Добрый вечер, друзья, москвичи, которого многие знают, Тимофей Валерьевич, уже маститый садовод. Значит, Дарья Александровна, мама этого прекрасного парня, и по совместительству моя племянница и помощник саппосадов. Чем вы угодитесь? Сейчас я вам объясню, почему. В общем, приходит письмо, где написано, сколько времени статистировать черешню. Я схватился за голову, я ни одной косточки черешни не садил, знаете, не статистировал. Оказывается, и я, специалист подобных плюсов, как нас называет Кузьма Прутков, вот, я дозвонился до Борисовича Боднера, садовод номер один в Сибири, из любителей, вот, учитывая его достижения, можно назвать и среди профессионалов, так, и это уровень, попался же я, как мальчишка, как двоечник, не знаю, не садил, только черешню не садил. Вот он мне ответил, 170 дней на сатификацию. А почему мне человек задал этот вопрос? Потому что мои черешни, которые я ему выслал, а фактически это черешни Боднера, потому что Боднер это маточный сад, вот, видите, такое дерево мощное. Еще раз здравствуйте, надеюсь, все будет нормально с технической стороной. Я вам начинаю свой рассказ о Сибири. Так, большинство из вас европейцы, поэтому я должен говорить о том, что волнует и сибиряков, и европейцев. Вот, у нас проблемы общие, у вас вся самая страшная беда, которую не ждали. Больше вишневой России не существует. Те самые вишни, которые делали весной, огромные территории занимали и были символом России, больше нет. Их сгубили грибы. На самом деле не грибы, а официальная версия грибы. Мы до них доберемся, наверное, на следующем занятии. Почему? Потому что вторая беда, которую родила Россия, и она распространяется, это тоже относится вроде бы к грибком, с заболеванием. Вот, и в то же время яблони, сады уничтожены по большей части России. Ни другого, единственное спасение, которое придумал лично я, это не трогать яблони ни ножом, ни секатором, ни пилой, ничем. Вот, и мы об этом сегодня будем говорить. Я решил, первая тема будет яблони. Конечно, она называется тема-то про семена, но можно вырастить яблони, тут же ее погубить, достаточно для этого использовать те советы, которые общеприняты. Так, разбиваем наш разговор на три части. В отличие от предыдущих двух занятий, как это выглядит? Значит, вначале ответственно несколько вопросов, 5, 6, 7, 7, потому что я обещал. Извините, те еще 5, 10, 20 человек, которым я не смогу ответить, иначе полностью уйдет все время на вопрос-ответ, и мы не доберемся до главного. То есть, для этого. И, наконец, когда я расскажу, постараюсь рассказать проблему с яблонями, как она есть, как я вижу, и как их спасти, то, что еще есть, и хотя бы, чтобы не распространялось дальше. Вот, это беда. Так, когда я это закончу, я отвечу на ваши свежие вопросы, для того, чтобы было живое общение. Субтитры создавал DimaTorzok